Су-24, который потерпел аварию в конце февраля месяца 2002 года В Игдовском районе, на границе Плюсского и Игдовского района Упал около деревни мышка Оба летчика, пилотировавших этот самолет, погибли, к сожалению Не смогли катапультироваться или просто не успели При выполнении пилотажных работ, видимо, заканчивая осуществление или глубокого виража, или пикирования Им немного не хватило высоты, может быть, 100, может быть, 200 метров Из-за того, что скорость была очень большая Как нам объяснили потом эксперты Когда мы были на месте падения этого самолета Что скорость у него была от 900 до 1100 километров приблизительно При соударении с землей Самолет разрушился на множество осколков Летчики мгновенно погибли Су-24 это фронтовой истребитель-бомбардировщик С мощным энерговооружением Необычная компоновка пилотской кабины у этого самолета Летчики сидят не друг за другом, тандемом, а плечо в плечо То есть кабина у них единая общая Одна приборная доска, дублированное управление Катапультируется под небольшим углом в разные стороны Чуть влево и чуть вправо Полетная масса, если мне не изменяет память, по-моему, около 20 или 24 тонн Мощный довольно-таки самолет Правда немного уже устаревшей конструкции По штампам УТК, найденным на месте гибели этого самолета Которые ставятся на всех практически изделиях авиационной техники Ну, например, на баллоне воздушном гидравлической системы шасси Стоит штамп с датой выпуска 81-й год Вероятнее всего это соответствует дате выпуска этого самолета Техника, конечно, нельзя сказать, что свежая Но судя по состоянию двигателей, найденных на месте падения Двигатели этого самолета работали до последней секунды То есть вероятная причина этой катастрофы Ошибка пилотирования, к сожалению Или очень трудные погодные условия В этот день, в тот момент, когда они совершали этот полет Резко изменились погодные условия И пошел сильнейший снегопад Но я думаю, что эти погодные изменения Могли внести какие-то свои затруднения в их полет Что могло послужить причиной ошибки в пилотировании На самолете шесть колес шасси Три стойки Все сдвоенные Задние основные несущие шасси Передняя стойка имеет колесико сантиметров 80 Два колеса, как я уже говорил Все спаренные На момент падения самолет совершал уже второй вылет в этот день До обеда они ходили в зону, отбомбились Потом перезаправились И на втором вылете, к сожалению, у них произошла эта авария Погибли молодые ребята Наша поисковая группа, обладая довольно большим опытом подъема самолетов Правда, погибших во времена Великой Отечественной войны Оказала посильную помощь в поиске необходимого оборудования этого самолета Мы имели с собой наши поисковые приборы Наш насос, при помощи которого мы проводим все подъемы этой техники А так как самолет упал в довольно болотистой зоне То он там нам оказал довольно большую помощь Ну, мы выполнили задачу, которая была нам поставлена Сделали все, что могли Ну, а дальше посмотрим короткий фильм Отчет о нашей работе Отчет о нашей работе Так, а вот сзади идет бухонька наша Такой съемки у нас не было Это у нас первое приключение Антонович не вписался вот в эту широкую колею Мы чуть не улетели с дороги А ехали мы не сюда Это он двигается сейчас в обратном направлении Мы ехали туда, в ту сторону, вперед Ну, вот немножко решетку раздавил Интересно, в каком состоянии радиатора Вот так езда А вот смотри, да, ехал прямо же, блядь А мы смотрим, что нам бьет Как его ловить-то теперь Включай форсаж, нахуй Все, все там, блядь, это Нет, толкать надо, все, он уже, наверное, гелочит Так Погоди, давай вбок, задний включай И вбок мы так и развернем Задний включай, Николай Николаевич Да, 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 и пошли Назад Ну, вот мы и поехали Все Развернулись Отделались легким испугом Все Ну, что, двигаемся дальше Пять минут после маленькой, можно сказать, аварии Да Здесь со всех сторон зима Она еще, бля, клеток, а я Там, по штуках, а здесь она, по штуке, бля Зима во всех Своих Провах Ну, вот мы сейчас находимся на месте падения самолета Это у меня тут Град работает на декампах После капременка Вот откуда самолет заходил Здесь удар произошел Град здесь раскидал Он разрушился И По всю сторону разлетелся Вот эту кросику он прорубил На 500 метров длиной Рассыпался Кустами вырубил Вот эти все деревья Сейчас пытаемся посмотреть, что в этой яме Я думаю, тут ничего нет Вот это, где, Иванович, пытается извлечь воду Вот это, где, Иванович, пытается Надо экономить питание Боится, тут мы чертами выручим Слишком большой приток Помпа просто не справляется с этой водой Ну ладно Вот в том домике мы ночевали Вот там Он видит А я не вижу Понятно А кричал, что он слепой Вот это вот наша буханка, на которой мы сюда прибыли А это лагерь Где расположились Вот наша техника Все, и ушел, ушел Жигуленок не наш Да А вот здесь стоят бойцы Вот там антенны должны торчать Это главное устройство Самое ценное Не понимать Не понимать Я нас задаю Почтать Костя, а ты А что вы не говорили Заживите, мы его Ахахахахахахахахахахахаха Саша, я говорил, он у него нужен ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такая вот дорога. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, поехать по такому лесу весьма проблематично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но самолет не выбирал, куда ему падут. Непроходимый лес. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот мы и на месте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 вот он откуда заходил рубить начинал деревья пошел-пошел-пошел-пошел-пошел-пошел вот они порубаны вот расщеплены вот здесь он ударился об землю и вот где стоит ГТТХ его подбросило и разваливающийся огненным комом шаром он пошел туда вперед скорость около 900 километров разлет вот в том направлении больше 500 метров мы сейчас туда подойдем и большое количество выброса всяких осколков от него в правую сторону вот сюда мы сейчас туда сходим вот куски те что были собраны по месту падения вот другого плана вот отсюда он идет где-то есть самое расщепленное дерево видно насколько осколок прошел в дерево немного и складывали а я был там сейчас подойду вот она последняя надежда летчика один купол и второй вот это вот им временный памятник здесь возложили два веночка вот тут они и погибли ну а мы сейчас пойдем дальше по пути разлета осколков вот на под купол а все это 08 было и мы уже отошли от места падения метров на 150 там за парашютами он упал и с такой силой тыкалось еще здесь железо идем дальше по пути разлета самолет вот здесь являются первые признаки кабины вот какой-то прибор написано летела застряла вот еще что-то на дереве висит двигатель в дереве торчало спасибо на память пожалуйста вот берешь ох ты красота и макушка обрубленной на макушке еще что-то висит и до какой-то блок вот так дерево порубано было чем-то он колесико это мы находимся сейчас уже от места касания его земли метров 150 тяжелая штука да вот тут сосна расщеплена это уже не самолет это уже какие-то куски сюда отлетали а вот за ней стоит еще выше да а вот и вот рядом да 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 не это я же еще еще слева от тебя слишком до пополам перерубила какая энергия была у этих кусков которые так рубили деревья она не маленькая на езжаю можешь показывать тебя хорошо видно ян это фрагменты одного из двух двигателей они разбросаны по всей полосе разлета на правую сторону сейчас мы находимся от места удара самолета об землю метров 250 280 вот здесь находятся еще фрагменты от кабины правая сторона приборной доски сейчас я наеду сейчас вот я там еще вижу турбины кусок вон она сейчас я на ней накатываю а тих 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 это она ее так нельзя поисковика все время идет снег и вчера и сегодня утром не поднять вообще место удара земли самолета ужасная скорость видимо очень высокая была поэтому съемок он летел вот в ту сторону и разваливался или куски вот это не инструкция переверни там написано что турбо стартер что это такое разъемы филон ир 864 блок блок раздаян да антон что дальше еще что то есть да система дальней навигации ну паш ты и выкопал уже штуковину не везет на такие вещи да ладно идем дальше сейчас мы находимся уже метров четыреста пятьдесят от места падения далеко вот основная рама сейчас подойдем ближе и там видишь все полно все азотный баллон от гидравлики да как сифон воздух 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 сейчас я наеду будет хорошо видно да написано воздух ОТК восемьдесят первый год ну и так далее и по всей видимости восемьдесят первого года был рожден да есть и гидравлика восемьдесят первого вот она вот ОТК восемьдесят первого значит и он рожден был в восемьдесят первом году но он не металлический слышишь вот да стеклопластик да и такой круглый да идем дальше про вот вот на расстоянии примерно метров пятисот от места падения вот все разваливающееся срезало вот эти макушки вот одна из последних крупных частей фрагмент крыла центроплана прилетел вот сюда срезает ужас Да, но здесь вывезти это до весны и найти что-либо еще просто невозможно. Закрыл какой-то. Фрагмент самый дальний, далеко улетевший от места падения самолета, почти на пол километра, может чуть больше даже, метров 700. Вон деревья какие расщеплены. Ладно, теперь начинаем двигаться в обратном направлении. Высоко метров семь-восемь, наверное. А вот еще, посмотри, Сергей, вот чеклона. Вот еще одна находка. Вот мы подходим к куполам. Вот еще куски. Сережа, ты снимал? Смотри, я снял его. Да. Ты скажи, кто нибудь. Да-да-да, я снимал. Еще когда туда шли, вот тот самый кусок, который Косте так и не удалось вырвать из этого дерева. Это у самой земли. Вот он купол опять, второй. Косте так и неудачен. Продолжение следует...